Каникулы закончились Каникулы закончились Деньги из которых будут выделяться на рекламу того или иного кандидата Из 20 кандидатов в статус зарегистрированных кандидатов Имеют пока на данный момент лишь двое Это Павел Грудинин и Владимир Вольфович Жириновский И вот о первом я с вами сейчас подробно и поговорю С ним вышел очень большой скандал Он скрыл от членов Центральной избирательной комиссии Свои многомиллионные, многомиллиардные счета в западных банках Что является серьезным нарушением закона Кандидат в президенты Российской Федерации Не должен иметь чета в западных банках За рубежом А иначе может сложиться впечатление Что он не доверяет нашей экономической модели развития государства То есть не доверяет нашим банкам Не доверяет, как я уже сказал, самой экономической системе А предпочитает держать деньги за рубежом Ну и его там через эти самые счета Могут как-то западные кураторы подкупить Да, подстроиться И вот он скрыл Павел Грудинин свои счета Правда, правда Пришел с повинной в ЦИК Кэлли Панфиловой И сказал, что да, я скрыл, я нарушил закон Простите меня И случилось нечто неординарное Элла Панфилова улыбнулась и сказала Да с кем не бывает И вручила таки удостоверение кандидата в президенты Да? Помните, как к ней Навальный пришел? А на ух его все грехи по всем его грехам прошлась Тут многомиллиардные счета Ну что, ну и ладно А при том, что у Навального сидит брат А при том, что против Навального сфабриковали уголовное дело Ровно для того, чтобы он не пошел Не имел статуса кандидата в президенты Но все в нашей стране зарегистрировали тебя Или не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты Все зависит от настроения Центральной избирательной комиссии И лично Эллы Панфиловой Вообще, чтобы вы знали В странах развитой западной демократии Такого инструмента, как Центральная избирательная комиссия Не существует Там, если человека выдвигает партию Он автоматом получает статус Либо там кандидата в президенты Либо кандидата в депутаты Ну, поскольку понятно, что вот если в странах развитой демократии Что вот если будет какой-то орган, который будет решать Допускать ли тебя или нет Но он будет независим лишь Ну, формально там он не будет вообще независим Ну вот, судите сами Наш ЦИК формируется Из депутатов Государственной Думы Сказать, что депутаты Государственной Думы Проводят независимую политику от Кремля Ну, не приходится, ну, никак А кто в парламенте большинство? Единая Россия, правильно Кто создал единую Россию? Владимир Владимирович Путин Кто он? Действующий президент России Какая независимость? Какие легитимные выборы? Да вы о чем? Все зависит от настроения Панфилы Как я уже сказал Это, знаете, не центральная избирательная комиссия Это цензура Цензура и компания Или вообще не ЦИК, а ЦИРК Грузинский легион Не ушел из ВСУ А перевел Сейчас будьте аккуратнее Я зачитываю фильетон Ну, просто нравится мне этот жанр Грузинский легион Не ушел из ВСУ А перевелся из 54-й Отдельной механизированной Бригады в другую Заявил командир подразделения Мамуха Мамулашвили Он заявил, что это произошло Из-за конфликта с начальником 54-й бригады Полковником Алексеем Сергеевичем Маестренко Еще раз Алексеем Сергеевичем Маестренко И это никак не связано С конфликтом с Саакашвили Заявил Мамуха Мамуха Маулашвили В грузинском легионе Пообещали драпать Ой, то есть Сражаться до последнего конца Вот только не уточнили До победного конца Чьего? Российской армии? Армии Донбасса? Или Михаила Саакашвили? Очередная Да, серия сейчас будет Как я уже сказал Поржем над ВСУ Оказывается ВСУ можно Выбирать С каким командиром И в какой бригаде Тебе служить И когда тебе выступать В бой Нет Не вроде войск А именно в бригаде Ну не нравится тебе Командир Который тебя гоняет По службе Ну ничего страшного Есть другой командир В другом батальоне Я что Командир Тоже Хороший Говорят Грузинским Украинцам Отдайте броню И патроны Это все Мое Мое Недаром ВСУ заявили Что Грузинского легиона Нет Он Представлен Лишь одним человеком Который бегает По крыше В Киеве В реальности Я вполне допускаю Что может быть Грузинский батальон Потому что На стороне Донбасса Собственно говоря Воюет Обхазский батальон Ну понятно Противостояние Обхазов И грузин Южно-ассетинцев И грузин Продолжается Правда уже Не в самой Грузии А в Украине Если серьезно То чтобы Успешно Отразить Российскую агрессию То надо Объединиться И тем самым Легионерам С ВСУшниками И не вякать А тот что Отбирает броню Конечно Не делает честь Украинским офицерам Безусловно Но Простые Рядовые Солдаты ВСУ Живут Фактически В чистом поле В отличие от этих Генералов И Так сказать Из Тбилиси Полковников Где для них Есть шикарные Хаты Все Все Для меня Оставили Оставили поле Боя А знаете Почему Правильно Потому что У него Псевдоним Талалита И он написал Письмо Еще в 2002 Году Что Никаких Противоправных Действий Против России Он Совершить Никак Не может Так что Подумайте Дорогие Украинцы В который раз Какого же Какую шоколадную Мразь Вы избрали В качестве Своего президента Атмосфера Переходим К самой Горячей Теме Недели Атмосфера Ненависти И насилия При путинском Режиме Переместилась И в школе Помните Историю Про Ивантиевского Стрелка Я подробно Это Ощущал И что Кто-нибудь Сделал Вывод Из той Истории Нет И вот Приключилась Новая История Двое В масках Вбежали В школу Номер 127 В Перми Директор В школе Цейтлина Татьяна Ильичина И зауч По воспитательной Работе Журавлева Светлана Владимировна Напавший Лев Биджаков Он же Вася Иванов И Александр Бусаладзе Взявшие Дома Ножи Они пошли Резать И убивать Учащихся Этой самой Школе Номер 127 В результате Пострадали От ударов Ножом В шею У меня написано 11 человек Ну уже По-моему 17 человек И одна Учительница По-видимому Их классный Руководитель Сразу же Следственный комитет Нам рассказал Что эти ребята Психи Это просто И все Нет Это не так Они вполне Нормальные Адекватные люди Просто Их довели До такого Состояния Это Политический акт Почему? Потому что Один из нападавших А это Собственно говоря Лев Или Вася Был Сторонником Алексея Навального И И постоянно Писал Что Россия Помните Да Как у Великих Россия Это Страна рабов Страна Господ Вот он Что писал У себя Вконтакте И естественно Получал Люлей От Этих Самых Учителей Да И от Учеников Сторонников Путина Вообще Считаю Что Что А школа Ну никак Ну не может быть Местом Политических Каких-то Сражений И Ход Пошел Мстить Устроил Сначала Драку А потом Когда его Стали Разнимать По Ножовщину Постоянно Сыпалось От сторонников Путина Ему Ты Пидорюга Как ты Смеешь Унижать Нашего Царя И страну Нашего Великого Президента Ты Гнида И сволочь Естественно Мальчик Не вытерпел И пошел Мстить Нет Я вовсе Его Не оправдываю Но то Что Пишет Вконтакте Что Он писал Вконтакте Что Россия Это страна Рабов И страна Господ Это так И есть И это Называет В свою очередь Пьюрализм Мнений И И Дискуссии А то Что Из-за этой Франции Его Загнобили Загнобили Это Проблема России Проблема Нашей власти Проблема Нашего Общества Что Не хотят Слушать Мнение Альтернативное Кремлю Вот На всех уровнях Вплоть даже Можно сказать Детского садика Ну тут Школы Появились Но мало Мало того Из истории От Ивантийского Стрелка Никто Не Сделал Выводы Из истории Так Еще В Бурятии Точно Такой же Мальчик Набросился С ножом И тоже Устроил По ножовщину О чем Это говорит О том Что при Владимире Владимирович Путине Насилие В школах И около О них Просто Зашкаливает Сразу же И Голикова Наш вице Премьер И другие Раздались Голос Надо повысить Безопасность В школах Ребят А безопасность На улицах Повысить Не надо А безопасность В городе Повысить Не надо А У нас Есть Вот эти самые ЧОПы Которые охраняют Школу Они Подконтрольны Росгвардой Которую создал Владимир Владимирович Путин Да Не так давно И что Они эффективны Ну Вот Судите сами По ножовщины В школах Эффективны они Да я хорошо Знаю Я сам Не так давно Учился в школе Охранник Охранник Тупо Сидел За монитором И Все Это Как бы Вот Проблема С одной Безопасности Школы Но я хотел Развернуть На Другую Проблему Почему Почему Происходит Почему Ученики Мочат Друг друга И мочат Своих учителей Ножом в шею Ответ Да ровно Потому что Есть В школах Да Такая должность Как Психолог И что Он Занимается Проблемами Насилия И унижения Того или иного Учащихся В конкретной Школе Ответ Нет Ответ Нет И еще раз Нет У нас Был Школьный Психолог На третьем Этаже Я как сейчас Помню Так у него Кабинет Либо был Закрыт Либо Там проверяли Зубы А все Что делал Школьный Психолог Так Изредка Например Раз в год Мы заполняли Какие-то Тесты И фу То есть Работа Не велась Ну никак Не велась Велась Формальная Отписка Формальная Бюрократия И все И так Везде Моя мать Православная Училка Говорит Что это Вседозволенность Родителей Ну Может быть Трудно С ней Поспорить Вот так Вот Я еще Хорошо Помню Как меня Самого Правда Не в школе А около Школого Тоже Избивали И это все Было Не при Ельцине Не в клятых Девяностых Это было Еще в начале Двухтысячных Идем дальше Вторник А Забыл Забыл про эту тему Еще стоит Процессировать Алексея Навального Знаете Почему В те самые Ужасные Девяностые В школах Улан-Удэ Не происходило Что-то Типа Истории В Перми Или Улан-Удэ Кругом Была Нищета Наркотики Война в Чечне И прочая Хрень Такого не было Знаете Дальше Нечитаемое слово Почему Потому что у нас Тех кто в это время Учился в школу Было будущее Оно было неясное Страшное Не всем нам было Суждено в него попасть Но оно Мать вашу было А у сегодняшних детей Хотя они Нечитаемое слово Дети молодых людей Его нет Нет Потому что Потому что Его отобрали Старики С влажными Фантазиями О Советском Союзе Любители мумии Ленина И усов Сталина Фанаты Из НКВД На НКВД В наше время Взрослые Занимались Выживанием И будущее Принадлежало нам А сейчас Нечитаемое слово Куча ребят Не может записать Нечитаемое слово Пародию на ролик Пародирующий Крипт Статус Фэкшн Без того Чтобы усатые мрази Не влезали В публичное поле Со своим Нечитаемым словом Мнением Но знаете Конец у таких историй Всегда один Будущее Догоняет Прошлое Ну или Другими словами Все Проходит И это Пройдет Абсолютно Верно Абсолютно Верно Да помните Как там Старичков в Советском Союзе Хранили А потом пришел Молодой Горбачев И чем дело закончилось Правильная Страна Распала Что же касается Вот этого Статус Фэкшна То я Поддерживаю Ребят Да Возможно было Хулиганство Но Они Учащихся На гражданскую Авиацию На гражданскую Подчеркну это Причем тут Вот эти вот Старички Которые заявляют Да это порочит Честь мундира Алло ребят Гражданская Авиация Они учатся На нее Они не будут Там Вооруженные силы Представлять Может будут Но Они все таки Учатся на Гражданскую Авиацию То есть Они должны Ходить С троем Получается Вуз И не танцевать Еще раз Они учатся На гражданскую Авиацию И я Нахожу Выходку Этих Ребят С этим Клипом Хулиганством Хулиганством Но Недостойным Отчисления Их Из Вуза Вот Теперь Можно Идти Дальше Верховная Рада Ну тут Описано Ну В общем Да Верховная Рада Не признала ДНР И ЛНР Террористическими Организациями Вообще Там В Раде Собрались Рассматривать Документ О реинтеграции Донбасса Он Все таки С пятого Раза Не знаю Раз шестого Все таки Был Принят Вообще Реинтеграция Мало кто понимает Что это за тем Это Возобновление Каких Либо Действий Ну вот Каких В случае С ЛДНР Сложно Судить И сложно Вообще Понять С одной Стороны Киев Вроде бы Воюет С Донбассом Но С другой Стороны Покупает У него Уголь Все То И Логично Было бы Дозвать Две Эти территории Окупированным Врагом То есть Россией И тогда Понятно Что Дескать Мы То есть Киев Нуждаются В Донбассе А Донбасс В Киеве И только Лютый Баскаль Портит Наши Добрососедские Отношения Центра Украины И ее Юго-Востока Но есть Вот Незадача Дело в том Что за Российскую Амину В Донбассе Воюют В том числе И местные Жители Тогда Как называть Две Эти территории Что Получаются Донецкие Луганские Украинцы И даже Украинки Предпочитают Воевать За другого Государства За оккупанта Нежели Чем За своего И Не смогли Сбежать Ну например В Харьков Кстати говоря Реально Ведь не смогли Потому что Ну кто-то Живет В Донецке Луганске У кого-то Родители Понятное дело Вообще С Определением Давно Мне все Ясно Если Ты Донбасс То для тебя Это война За независимость А если Ты Условно Киевлянин Ну пусть Там не обижаются На меня Жители Львова Луцка И прочих Великих Городов Украины Но Это Война За восстановление Территориальной Целостности Украины Но это Все-таки Мать твою Война А не Антитеррористическая Операция Но В том-то Все И кроется Что для победы В СССР Должны Отвоевать Крым Выйти С Одессы И начать Десантную Операцию На полуострове Однако И в этом Случае Украинцев Ждут Проигрыш Ибо Россия Будет Использовать Превосходство В воздухе И ракеты Система Калибр Которые Могут долететь Не то что За Киев Могут долететь До Львова Могут долететь Что уж Вообще Страшно И надавать По Кумполу Кому-то Верховной Ради ДНР И ЛНР Это Мятежные Территории И так Надо их Восприять И так Их надо Понимать Которые Пусть Даже И при помощи России Отказались Быть Украинской Землей А это Уже Проблема Мятежных Территорий Украины Уже Намного Глубже Чем Война Или военное Положение Надо пытаться Развестять Людям Оставшимся В Донецке И Луганске Почему Надо быть Именно В составе Украины А не России А не Тупо Их На них Обстреливать Донецк И Луганск Но Все На что Власть Питенки Способна И это Обстрелы И признание России Страной Агрессии После Четырех Лет С момента Начала Этой Самой Агрессии Я даже Не знаю Тут Как вы Вообще Дорогие Украинцы Эту шоколадную Мразь Можете Терпеть Можете Терпеть Я Продолжаю Разъяснять Вам Что если у вас Война России То надо Объявлять Военное Положение Это закон Который Принял Ориентеграции И Дает Полномочия Петру Алексеевичу Объявить Военное Положение Но сейчас После Трех Лет Сначала Войны Уже Понятно Что он Объявит Военное Положение Только В одном Случае В конце Этого Года Чтобы В 2019 Году Не было Выбора Президента Украины Ибо Понятно Что если В 2019 Году Будут Выборы Президента Украины То Петро Алексеевич Не победит Ровно потому Что он Проходит У ФСБшников Под псевдонимом Лолита Ровно потому Что у него Фабрика В стране Агрессия И все Может Идти По такому Сценарию Что Туда Введут Регулярную Армию Российской Федерации Так что Поэтому Следует Не тупо Воевать С армией России В Донбассе А еще Убеждать Жителей Донецка И Гад Сказ Что Украинцы Их не бросили Они не смогут Жить Без Украины Открывать Там Донецкие Представительства Центральной Влады А те Донбассовские Пусть Откроют свое Представительство В Киеве Не стоит Бояться Их там Пропаганды Не стоит Вообще И Бояться Их Надо Делать Так Чтобы еще раз Жители Донецка И Луганска Понимали Что Граждане Украины Что Украина Заботится О них А не Тупо Их Бросила Вот Что я Хотел Сказать Ну И Лишать Лишать Гражданства Даже Не гражданства Лишать Лишать Статуса Президента Кой-кого За то Что он работает На ФСБ Со слов Телеканала Руставе 2 Среда Патриот Летит На запад Где и как Отдыхает Алексей Пушков О Чума Алексей Пушков Известный Телеведущий И Седатор От Пермского Края Где Ой Какое Совпадение На этой Едине Случилось ЧП Быть Может Если бы Этот Человек Отдыхал В регионе Который Он Представляет На законодательном Уровне Может быть И не случилось Чего-то Экстренного Но Было Шикарное Расследование Журнала Собеседник Пушков Известит Чем Что В своей Аналитической Программе Объясняет Что Во все Виновата Европа Из США Ну что Тут Хочется Отдельно Сказать Что Есть Такое Понятие У политтехнологов Что Если В вашем Государстве Все Плохо Чтобы Вас Не Скинули Строда Надо Объявлять Что В остальных Государствах Еще Хуже Не Объявлять А Скорее Разъяснять Чем Занимается Алексей Пушков В своей Аналитической Программе Ну казалось бы Мало ли Пропагандистов Журналистов Ну вот Например Хорошо Вам Известный Дмитрий Киселев Вот он Вот он Вот он Вот он Отдыхает В Крыму Пусть Аноксирован В России Но все Таки Российской Территории Да Российской Территории А вот Алексей Пушков Нет Он Из числа Таких Людей Как Из Порядочных Которые Должны Что называется Сами Убеждаться Что В Упадничестве Запада Именно Поэтому Они Семьей Отдыхали В 2017 Году На испанских Перегеях А в 2018 Году В Италии А всего Читап Пушковых Посетила Пять стран Финляндию Британию Италию Германию И собственно говоря Испанию Алексей Пушков Необычный пропагандист Еще раз напоминаю вам А член Совета Федерации России От Пермского края Который он И представляет А в Пермском крае Ребят Я вам открою Большой секрет Только не говорите Никому Не все люди Могут себе Позволить Путешествовать По пяти Западной Европейским странам Если Не многие Но мало того Это Алексей Пушков Еще умудряется Вполне легально Получать Два раза Из бюджета Страды Как собственно говоря Седатор Это 385 Тысяч Рублей В месяц 385 Тысяч Рублей В месяц И как ведущий Программы Посткриптум На государственном Телеканале ТВЦ ТВЦ Который принадлежит Государству И в частности Московской В частности Москве Это 10 Миллионов Рублей За 39 Программ 10 Миллионов Рублей Седатор От Пермского Края Седатор Региона В котором Произошло На этой неделе Чупе Получает 10 Миллионов Рублей И это Только одна Его зарплата Ну Как вам После этого Будете Смотреть В субботу На ТВЦ Посткриптум Ну то уж Решайте Сами Ассоциация Владельцев Российских Кинотеатров Возмущена Переносом Премьеры Фильма Приключения Панктона 2 Это Недопустимое Вмешательство Чиновников В частный Бизнес Уверены В ассоциации Степень Некомпетентности И убогости Господина Мединского Продолжает Превышать Все разумные Пределы У нас Вроде как Рыночная Экономика Так пускай Рынок Самый Как и Российские Фильмы Действительно Хорошие А какие Нет Да Видите Кстати Да Что Если Западные Фильмы Там Публикуются В Википедии Сколько Западные Фильмы Собрали В прокате Да Сколько Был Буджет То Российские Фильмы В Википедии Там Сколько Там Графы Сбор В прокате То есть Бокс Офиса Нету Почему Ну потому что Ну понятно Возникнет вопрос Убивателя Возникнет вопрос У обывателя Раз Финансируются Российские Фильмы Мы знаем Из фонда Кино А фонд Кино Применитет Государству А они Провариваются В прокате То значит Министерство Культуры Мягко говоря Работает Во вред Государству И фонд Кино В частности Мы Должны Конкурировать Я считаю С Голливудом На равных Только Здоровая Конкуренция Пойдет На пользу Российскому Кину А не Тупой Перенос Западных Фильмов На другие Даты Если вы Будете Это делать Тогда Век Высокоскоростного Интернета Век Онлайн Кинотеатров Вообще В этих Самых Кинотеатров Никто Ходить Не будет На то Российское Пардон Дерьмо Которое Вы снимаете Вы Господин Мединский И прочие Кремлевские Хлуи А потом Вы пускаете Пыль В глаза Дет Ну что Вот Смотрите Очередная Российская Картина С успехом Прошла В кинотеатрах Так Правильно С успехом Прошла Потому что Она была Одна Одна На весь Уикенд На всю Неделю Или даже На весь Месяц Деньги У нас Распределяются На кино Следующим Образом Без Учета Художественной Ценности Фильма Просто Выделяется По факту Михалковским Бендерчуковским И Беквамбетовским Киностудием И все А дальше Ребят Ну снимайте Херню Ну ладно Хорошо Главное Чтобы Мы выделили Вам Умрите Разбитесь На какое-нибудь Патриотическое кино Сделайте Насрать Что там Вы Что исторические факты Подмете Под себя Ну и И пофиг И пофиг И пофиг Главное же Эффект Главное же Пустить пыль В глаза По ТВ Что смотрите Вот Какое кино Сделали Хорошее О Триумфе В советское Время О том Как баскетболисты Обыграли Обыграли США На финале Олимпиады О том Как сборная СССР Выиграла Канадцев Суперсерии Вот только Вы забываете О том Что сборная СССР По баскетболу Еле-еле С переигровкой Трех секунд Обыграла Студенческую Сборную Соединенных Штатов По баскетболу А суперсерию Семьдесят второго Года Где Если так можно Выразиться Свою премьеру Отыграл Легенда Действительно Легенда Советского Хоккея Валерий Харламов Мы проиграли Матч выиграли Да Тот матч выиграли Но серию То проиграли Сами Погуляйте В Википедии Там у сборной Советского Союза Три победы У Канады Четыре победы И один матч Они сгоняли В ничью Ну Ну какой триумф Ну простите Ну какой триумф Ну Надо Надо Выделять Деньги Вот Были в Советском Союзе Худсоветы Можно было Много И очень Долго Говорить Что это Была Цензура Что нельзя Было Что нибудь Антисоветское Снимать Но твою мать Качество Все таки Присутствовало В советском кино А есть ли качество В российском кино Нет При том что Деньги на кино В Советском Союзе Выделяли Ну Намного Меньше Чем выделяют Сейчас На российское кино Которое С успехом Проваливается В прокате Я Лично Мне Важно Само кино А вот Господину Мединскому Важно Бабло Я в этом Уверен И тут Конечно же Стоит Сделать Хохму Что Там Написали Сделать Хохму Ну Стоит Поржать Просто Что Написали Эти самые Члены Ассоциации Владельцев Кинотеатров Что Медведев Письмо Медведев Спаси Медведя А если В следующий раз Запретят Ну не запретят Перенесут Фильм Путь Что надо Путину Написать Что ли Ну и Последнее О чем хотелось С вами поговорить Путин Окунулся В прорубь Да Это Произошло Западные Санкции Довели его До такого Накрещения И как Всегда В глаза Божья Раса И не важно Что МЧС Не рекомендует Купание В проруби Из-за Возможного Обморожения Двух Стороннего Воспаления Легких И не важно Что вообще Вот это Самое Подразделение МЧС Гимс Запрещает Вылазку На лед Зимой Так как Можно провалиться Под лед Но это Для нас Обычных Людей А для Президента Можно И искупаться В мороз И нырнуть В порубь И даже Неправильно По-католически Перекреститься Но это Ж духовные Скрепы Это же важно Надо же Показать Что смотрите А царь Какой прекрасный Чтет Традиции Русского Народа Окунаюсь В порубь На крещение Я думаю Все-таки Где-то Заскорбило О верных Гундеевцев Сеченцев В душе Что их Лидер Наплевал На их Густое На их Традиции И неправильно Перекрестился Тем самым Показав Что он Не только Православный Но еще и Католик В одном флаконе Это понятно Что Пиар Перед Выборами Но это Еще Важно Показать То Что у Нас Православие Правит Страной Ну потому Что же Православные Обыча Окунания В пройм Значит У нас Путин Православный Кандидат В президенты Да И И И он Казалось бы Будет Соблюдать В стране Десять Христианских Заповедей А нет Будет Всех Неугодных Всех Тех Кто Не считает Своими Как бы Их будет Вычищать То есть Что хотела Кремль И пресс-секретарь Дмитрий Песков Когда обнародовал Вот это Вот Когда Путин Окунулся В порог Что он хотел Что хотел сказать Кремль То Что Православие У нас Возводится В Абсолют В абсолют И нельзя Слово Сказать Если на то Не будет Резолюция Резолюция Да Слово Попа И вообще Раньше Чтоб вы знали Очень 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 Давно На Руси Это было Не просто важно Что ты перекрестился А из-за этого Тебя могли Четвертовать Бросить В яму В лютый мороз Но теперь Времена Изменились Степен Вот сам царь Президент Который Возводит Как я уже говорил Институт церкви В абсолют Именно это Нам как раз И хотели Показать Его Купание В проруби Пропагандистской Составляющей Это То что Возведение Института Когда он Возводит Институт церкви В абсолют Принадлежаете В самом Другие Другие Институты Нет Поймите Неправильно Поймите Меня правильно И неправильно Тоже Меня поймите Что Ну Личное дело Окунаться В прорубь Тебе Или нет Ну Кайлатр Твою мать Президент страны Ну Ну а если У нас будет Президент еврей Что он Парган Писки будет Отрезать Что ли И там будут Показывать Вот смотрите Президент Российской Федерации И сделал Я не знаю Как это у них Называется Окропление Окропление Ну А ведь у нас Страна Там много Конфессиональная Я понимаю Что Сейчас Это Купание В проруби Не столько Православная Традиция Сколько Просто Просто Культурная Культурологическая Традиция На Руси Но тем не менее Я вам Все таки Не рекомендую Делать В лютый Мороз Потому что Можно подхватить Воспаление Потому что Не все Моржи А вот А вот Пойти На свежий воздух И Ну где-то Поржать Где-то Посмеяться А может быть Даже и спасти Людей Которые 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 Решат Окудаться В прорубь То я Вам Это Наоборот Советую Ну что ж Таковы были Вести Недели Мои Сугубо Либерастические До встречи На следующей Недели Пока Не хворать И с крещением У вас Продолжение следует